Добрый день, меня зовут Ая Болтабеки, я иммиграционный юрист в Соединенных Штатах Америки. Если вы подавали кейсы B1, B2, либо B3 в службу гражданства иммиграции, вы однозначно подавали форму I-140, которая является петицией на иностранного работника. Если вас интересует тема иммиграции в США, обязательно подписывайтесь на данный канал и ставьте лайк всем моим видео. Так вот, что же означает, если к вам пришло одобрение по петицией на иностранного работника, то есть это approval формы I-140? Это означает, что офицер рассмотрел все предоставленные вами доказательства в пользу удовлетворения критериев того или иного кейса, и B1, и B2, и B3, и одобрил вам это. То есть он признал, что те доказательства, которые вы показали, удовлетворяют критерии определенного кейса. Если это EB1, тогда, наверное, вы удовлетворили как минимум три критерия из десяти. Если это EB2, он определил, что у вас либо уровень образования магистратурой выше, либо у вас исключительные способности, также по определенным критериям. Если это EB3, значит вы сумели доказать, что работодатель имеет достаточный средств для оплаты заработной платы, а у вас есть достаточно квалификации для того, чтобы занять данную должность в данной компании. И теперь, после того, как служба гражданства и миграции США определила, что да, вы удовлетворили те или иные критерии, они должны решить вопрос, а положено ли вам вообще по закону выдавать данную грин-карту. Кто будет решать данный вопрос, зависит от того, где вы находитесь. Если вы находитесь на территории США, и вы уже подали формы на изменение вашего текущего статуса на грин-карте, тогда вы будете ожидать решения по вашему кейсу на территории США. В данном случае вас могут вызвать на интервью, могут не вызвать. Соответственно, если вас не вызовут, вам могут либо одобрить ваши грин-карты заочин, так скажем, и могут также отказать, если причины очевидны. Если же у офицера есть причины беспокоиться о том, что он не очень уверен, возможно ли вам выдавать данную грин-карту или нет, вероятнее всего он вас вызовет на интервью. Если вы за пределами США, кейс пойдет в консульство, в котором консул вызовет вас на интервью и также решит вопрос о выдаче вам иммиграционной визы. Что, вероятнее всего, вам придется сделать после одобрения петиции 140-й, петиции на иностранного работника? Скорее всего, вам сразу надо будет заняться медицинским обследованием. И данное медицинское обследование вам надо будет проходить у специальных хирургов, у которых есть право выдавать данные иммиграционные обследования. Это форма АИ-693. Каким образом вы направите данную форму службы гражданства и иммиграции, будет зависеть от того, как вам об этом напомнят. Бывают такие ситуации, когда отправляют напоминание еще до одобрения формы на иностранного работника. То есть у нас еще год на рассмотрение может уйти, но они уже напоминают о том, что вот ваша напоминалка, отправляйте в форму. Другая ситуация, когда вам уже одобрили петицию 140-ю, и теперь ваш кейс перешел в этот отдел, где рассматривается ваше заявление на грин-карту. И офицер, который рассматривает данное заявление, может вам выслать запрос на дополнительные доказательства, где прямо и напишет о том, что предоставьте мне, пожалуйста, вашу медицинскую отчетность. И третий вариант, когда тот же самый офицер хочет вас еще и увидеть, и поэтому он вас приглашает на интервью, и плюс к этому вы еще должны с собой захватить какие-то документы, если ему чего-то не хватает, и плюс данную форму. Всем, кто не подписан на мой телеграм-канал, вам обязательно нужно пройти по ссылке под данным видео, перейти на телеграм-канал и подписаться, для того, чтобы быть в курсе всех последних иммиграционных новостей и спланировать вашу иммиграцию наиболее быстрым и оптимальным способом. Продолжение следует...